Добрый день! Сегодня 26 августа 2023 года. У нас сегодня стрим, посему я обрядилась в очередную вышиванку. Вот такая она у меня. И надела беленькие штанишечки в Гавадемале, сделанные из импортного материала. Слушай, на этикетку посмотрела. А рубашечка эта у меня давно, и она на самом деле теперь уже похожа и на украинскую вышиванку. У меня несколько всяких вариантов. И вот, по-моему, уже третий или четвертый раз я пред Вашей очи наряжаюсь в подобный вид, для того, чтобы показать, что я поддерживаю Украину с самого первого дня, и ничего в моем отношении к происходящему измениться не может. Добрый день! Сегодня 10 сентября 2023 года. Я продолжаю, по Вашей просьбе, снимать наряд дня. И сегодня я даже украшения всякие нарядила. И сейчас при Вас еще найду и флакончик духов, который с удовольствием на себя побрызгает. Потому как давно я этого предварения делала. Думаю, пора, пора. Я не могу сказать, что у меня возникло бешеное желание обряжаться. Но я всегда все равно обряжаюсь только почему-то украшения. Игнорировала вот более четырех лет. Давайте будем разбирать завалы моей ювелирки и потихонечку что-то на себя примерять. Я вот такую вот блузочку нашла. У нас жара спала. Слава тебе, Господи. И, наверное, мы выйдем сегодня в магазин. Поэтому я с рукавами сразу надеваю. Хотя сейчас я и руки прикрываю чаще всего. Я вот недавно вам показывала, что я могу и плечо показать, и шею. Потому что оно у меня все еще в очень приличном состоянии. А руки такие рыхлые, уже бабушкины. Поэтому я берегу окружающих, что называется. И ручки прячу даже летом. То есть накидываю какие-то блузунчики, какие-то разлетаречки с тем, чтобы и пузечко свое не показывать, и с тем, чтобы руки свои тоже активно не демонстрировать. Берегу окружающих меня людей. Хотя я живу в той стране, в которой на внешность вообще никто никогда внимания не обращает. А то, что у нас из украшений. Я вот такую вот повесила подвесочкой. У меня есть такие сережки. И почему-то я их не вижу. Эта женщина мне покупала набор. Это танзанит. Кстати, можно было такое колечко найти. Может быть, я его убрала. Потому как мне сейчас многие кольца стали малы. Представляете? Вот это да. Вот это да называется. Вес тот же самый. А объемы поменялись. Даже пальцы. Даже пальцы. А у меня много-много размеров 8. А они теперь мне малы. У меня, наверное, либо 8,5 надо, либо даже 9. Я первоначально надела сюда змейку. Такую капитальную. Но решила, что под голубое золото лучше не надо. Лучше вот серебряную повешу. Вот Женечкины. Есть такие у меня пара колечек от него. И вот точно такие же сережки. Надо их разыскивать. Куда-то я их прибрала, называется. Поскольку я сначала змейку нарядила, то я под нее искала именно в золоте какие-то блестящие. Там на ней много-много блестящих. Я вставила вот эти сережки и не стала их снимать. Их все равно практически не видно. Я маленечко в них похожу и сниму. Уши мои еще никак не хотят сережки. Даже вот такие легкие. Может быть, вот эти выдержат. Я недавно потяжелее надела. И часа два проходила. Я говорю, не хочу я ничего. Как-то в молодости мне это все нравилось. Здесь я надела вот это колечко, которое я сделала сама из набора. А здесь у нас вот такой вот тоже женщин подарок. Я вам говорила, что мы у одного и того же ювелира вот в этом стиле, в золоте скрученном, покупали каждый год кольцо на ярмарке. Ежегодная ярмарка в Оклахоме проходила. Недельная примерно. Мы туда ходили. И к одному и тому же ювелю подходили. У меня, может быть, восемь, может быть, девять, может быть, десять колец. Надо посчитать. Они все в одном стиле. Но в основном они такие квадратненькие. А это треугольничком. То есть какой камешек был, так он его и сделал. Вот такое шикарное-шикарное. Это лапись. По-русски я посмотрю, как называется. То есть хороший такой камень. Ну, а здесь я вот пыталась под самое горлышко найти что-то. Оно тут под мое украшение маленько проваливается. Но ничего, пусть проваливается. Я же знаю, что тут продумано все было. Что касается духов, то я придумала веру ванг. Я сейчас шла к этой полочке, где у меня все духи стоят. Я знала, что я достану этот флакон. Даже не буду смотреть. И не только потому, что цвет. Я иногда духи под цветом выбираю. Я шла и думаю, хочу веру ванг. Ой, давно не пользовалась. Все, пробрызгала. Как мне нравится. Я когда-то ее купила, потому что услышала шлейф за девочкой. Спросила и пошла и купила этот флакон. И у меня там еще много. Я стараюсь сейчас на каждый день разбрызгивать какой-то один аромат. С тем, чтобы их стало у меня поменьше. И я могла бы что-то купить. Хотя я недавно разговаривала со своей подругой. Я называю ее подругой. Хотя мы ни разу лично не встретились. Но мы когда-то очень плотно общались. Она живет в Канаде. Выходится из Украины. Причем была очень успешной. Она была юрист. И у нее была своя контора. Где документы все заверяют. Забыла, как это по-русски называется. И вот она приехала в Канаду со своим русским мужем. И осталась там одна. Не очень легкая судьба у нее здесь сложилась. Но она фанат ароматов. И мы с ней не общались, наверное, года два. Тут все вот мои проблемы всякие. Каких-то людей я по дороге потеряла. Какие-то вернулись. Какие-то нет. И я ей недавно написала сама с тем, что Али, подруга, ты где? У меня есть. И мы говорили и об ароматах тоже. Она купила новый дом в другом месте. Уже все лучше. Все замечательно. И мальчик образование получил. И я, зная о том, что она фанат ароматов, заговорила о том, что я помню, что у нее было 300 флаконов. Она говорит, Кали, не 300. И она стала мне показывать. Из-за того, что она недавно переехала в этот дом, она еще не нашла место, где она их все складирует. И у нее завалы. Вот здесь вот коробка полная с горой. Вот здесь коробка полная с горой. То есть у нас у каждого свои хобби. Вот у нее такое. Но я вот приняла совсем другое решение. Я потихонечку буду избавляться от тех ароматов, которые меня не очень радуют. А на их место буду покупать то, что я сейчас вот сильно-сильно захотела. Что-нибудь очень дорогое. Мы с дочерью когда... Ну, с полгода назад я вам рассказывала. Ездили. Она знала, какой она возьмет. Долларов за 350. И у них просто не оказалось. Она не стала верить тем рекомендациям, которые онлайн прочла. Она хотела вот почувствовать сама на самом ли деле. Это то, чем люди восхищаются. И хочет ли она его взять в свою коллекцию. Но не взяла. Не взяла. Не потому что пожадила, а потому что решила, что... Ну, значит, пока не судьба. Хотя ребенок у меня на себе не экономит. Я вам недавно говорила о том, что они наняли русских мальчиков, которые сбежали от войны, чтобы сделать тропиночку. И им не понравилось, как они сделали. Она не смотрится сделанная профессионально. Она расстроилась и сказала, ну, куплю себе Луи Витоновскую сумку большую, чтобы себя успокоить. Потому что тропинка эта им обошлась почти в 7 тысяч долларов. Она говорит, мне надо сумку покупать. То есть сумку она может и онлайн заказать. Она знает, что это такое. А меня вот такие успокоения как-то не радует. То есть я не знаю, зачем мне большая Луи Витоновская сумка. Хотя если поняла бы, зачем она мне нужна, могла бы себе тоже позволить. То есть ребенок у меня вот так себя радует. И она купила специально. Вот если бы она мне разрешила, я бы показала. У нее в гардеробной на верхней полке стоят такие прозрачные кейс специально под сумок. То есть в каждом стоит по одной сумочке, по очень дорогой. И заходишь, и вот сегодня я хочу такую сумку выбрать. То есть они там не пылятся, не сохнут. И вот они по одной. Не так, как у меня целая полка на тыка на всяких сумок. Я выбираю в основном по цвету. Выбирала, надо говорить, по цвету. А сейчас я вот, я даже когда думала, показывала, сказала, сумка пока моя стоит здесь. Она хорошая, барминовская сумка. И я ее поменяла вместо старой, которой я много лет относила. И последние вот года три я просто везде с ней была. Она такая темно-коричневая, хорошая. И мы пришли вот этот дом смотреть. И внизу замок заел. Я его взяла тут ножницы, потому что хозяйка еще жила. Она отрезала, прорезала этот замок и сказала, нет, я ее ремонтировать не буду. Я ее выкину. Она очень долго у меня прожила. Но взяла взамен такой же фирмы, бармин. Сейчас я принесу и объясню, почему. Так, поехали назад. Вот она. Вот она моя сумка. Я ее очень люблю. Она светлая. Ее можно и летом тоже носить. Причем такой нейтральный цвет, что подо все ее взял. И она, что называется, везде играет. Причина, почему я люблю эти сумки, вы мне можете на другие фирмы подсказать. У них есть вот такой вот держатель важных для вас вещей. Можно ключи сюда цеплять. Я цепляю кошелек. Вот этот кошелек. Кстати, я тоже искала его бармин. Мы когда с Лерри в прошлом году на мой день рождения ездили в Нью-Йорк, я знала, что я хочу вот кошелек, чтобы все мои карточки лежали на месте. Ой, и вот эта внутренняя часть, она у меня, кстати, есть у меня даже что-нибудь, понимаешь? Практически ничего нет. Она, я когда покупала, я думала, что я сюда буду складывать наличку, потому как, ну, наличка тоже с собой нужна, но он очень твердый. Это Патриша Кэш, я ее тоже люблю. Но оказалось, что он мне очень нравится, потому что все мои карточки, айди, и все-все-все в одном месте. И самое главное, я его нигде не оставлю. Я же еще могу все потерять. Оно всегда к сумке прицеплено, и я его ношу. А вот Кэш я сюда не кладу, потому что кожа твердая, и мне неудобно денежки туда складывать. Они там мнутся. Поэтому я просто кладу во внутренний карман в эту сумку. Там есть карманчик на замке. Вот так вот есть. Я его туда все кладу. Ну, и мне надо вот теперь не маленькую, а большую сумку, потому что я еще и очки всегда, вернее, чехол под очки теперь в основном держу, если вдруг я захочу снять. А иногда я, а может быть, даже у меня в нем лежат те, которые старые, которые темнеют на улице. Нет, сейчас не лежат, но летом я их кладу сюда. Что если на улице, то я их просто меняю, потому что те солнцезащитные очки, которых я набрала гору, они у меня теперь надеваются только на пляжу, когда я лежу. И они в очередной раз вот сломались. Они дешевенькие были. Поэтому я от них постепенно избавлюсь вот таким образом. И больше, наверное, просто солнцезащитные не буду. Хотя у меня несколько очень дорогих. И одни из них дарил мой ребенок. Тоже пойду принесу, чтобы нам ролик уже закончить. Сумку, которую вы знаете. Очки, которые, может быть, вы забыли. Сейчас принесу. Они мне очень душу радуют. Но я их вот за прошлый год ни разу не надевала. Так, вот они у нас такие очки. Вот такие вот шикарные. Вот такие вот красивющие. И они от какой-то дорогой фирмы. Видите, я как ценю фирму. А вот здесь написано. А, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Не шибко дорогая фирма. Ну, дорогая. Ну, какие красивые бошечки. Вот такие вот. Я их не надеваю. Потому что мне теперь зрение не позволяет просто так ходить в очках. Нет, ходить-то можно. Потому что я и машину веду без очков. Я на голову надеваю. Я вам про это говорила. И так могу по улице ходить. Просто в очках красивых. Но когда куда-то захожу, мне сразу надо другие доставать. Может быть, поносить их немножечко. Пофорсить пока есть. Это мы с ребёночком приехали в магазин какой-то Аутлет. И мы их купили, наверное, долларов за 200. Может быть, за 250. Хотя они там стоили какие-то бешеные деньги. И вот такие у меня тоже есть очки. Очень интересные и очень дорогие. Я их тоже покупала в Аутлете. Причём я помню, что я их брала в Вегасе. Там же у нас подружайка. Это от марка Чакобса. Они самые тоже дорогие, но дорогие. И я тоже за них там платила, может быть, только сотню или полторы. А стоили-то они первоначально очень дорого. То есть вот двое у меня ошибка дорогих очков. Остальные там есть уже и хорошие фильмы, но не очень дорогие. Потому что беру в основном на распродажах. Вот так я привыкла. Это по поводу того, что люди состоятельные не экономят. Ещё как экономят. Я никогда в этой стране нищая не была. Даже тогда, когда у Женечки доходы были маленькие. Я помню, что самые первые очки, они живые, кстати. Они живые. Он мне купил своей любимой фирмы. Сейчас ещё принесу. Вот они у меня лежат. Вот эти вот очки от Ray-Ban. Я вот не могла фирму вспомнить. Он носил только эти очки. Но форму он такую пилотовскую. Делал они тёмные. Вот для моря вообще шикарно. И он тоже. Это был первый год. Мне нужны были очки. И, может быть, я не привезла свои никакие. Может быть, я их поломала. Уже не помню. И мы пошли их покупать в SEMS. SEMS Club. Есть такой оптовый магазин. У них там и ювелирка продаётся, и очки. И он мне их купил. И стоили они, наверное, долларов 150. Хотя в SEMS тоже всё подешевле. Или 250. Не знаю. То есть он не экономил на мне вообще никогда. И те самые первые очки, которые он для зрения делал. То есть я слышала разговор вот со специалистом. Они говорили, вот этой категории или этой. Он всё заказывал только самое высшее, самое последнее слово техники на сегодняшний день. И я помню, что я приехала с этими очками в Россию. И мы там с дочерью заговорили по поводу того, что, ой, контакты цветные давай сделаем. И я им дала почему-то очки и сказала, вот вы под такие диоптрии. Это маленькие-маленькие диоптрии были. Мне неудобно было, что чего-то там где-то, какие-то буковки я не вижу. И я их не носила постоянно. Только надевала, когда мелочь посчитать. И дала ему очки, он приходит и говорит, мы такие не сможем сделать. Мы даже таких технологий ещё не знаем. А я говорю, да не надо мне очки. Я вот по поводу линзы. Надо, не надо. Я говорю, да не надо вам. У вас хорошее зрение, это когда уже надо там действительно видеть, то людям рекомендуем. И я вам говорила, что я в этом-то году как раз попробовала линзы поносить. И мне нравилось в линзы ходить, но я их не умела снимать. Надевать научилась, а снимать так и не научилась. Хотя мне их дали пробный вариант. Ну, они настоящие были, но дали пробный. Попробуй. Я пока сниму, у меня прям капилляры лопаются. Хотя девочки наши, которые мне даже и звонили, говорили, что, Галь, ты научишься, у тебя получится. Может, потому что ногти, может, ещё почему-то. Ну, то есть я очкарик. Ну, обыкновенные очки солнцезащитные я уже теперь покупать точно не буду. А те, которые есть, потихонечку изношу. К тому времени, когда без очков, наверное, совсем не смогу жить. Посмотрю, может, потом операцию сделаю и снова вернусь. Пока это не острое. У меня, наверное, два с половиной утеприда. Теоприда. То есть там не караул, караул. У меня всё нормально. Поболтали. Так, про это, про это. Твоя забегала что-то привезти. Спасибо, мои дорогие, за то, что вы заходите и на этот канал тоже. И вам нравится то, во что я обрежаюсь и как я выгляжу. Спасибо. Я это очень ценю. Всего доброго. Пока-пока. С вами была Галина Смир. С вами была Галина Смир.